В средстве массовой информации прозвучала информация о якобы высылке таджиков из Чеченской Республики. Я связался с руководством Чеченской Республики, чтобы прояснить этот вопрос. Мне дали следующее разъяснение. Речь идет не о таджиках, а о цыганах-люли, которые попрошайничают на улицах чеченских аулов. Чеченцы и цыган не обижают, но корейцы о них просят, чтобы те не попрошайничали. Сам факт попрошайничества цыган говорит о высоком уровне благосостояния в Чеченской Республике. Цыгане, особенно люли, не попрошайничают там, где нечего попросить. Чеченцы, как мне сказали, на высоком уровне не отказывают никому в помощи, если кто-то у них просит. Но чтобы люди на улицах стояли, приставали и попрошайничали, это как-то так не вписывается в обычаи чеченского общества. И поэтому речь идет только о люли. Я спросил специально, работали ли на территории Республики таджики. Очень много работает таджиков, потому что большие стройки идут в Республике. Таджики получают зарплату такую же, как чеченцы, если здесь есть таджики, которые могут это опровергнуть. Пожалуйста, опровергните. К ним относятся как к братьям. Они едят с чеченцами, с коренными жителями из одного котла, ходят в одни и те же мечети и ничем не чувствуют себя ущербно. Я, по крайней мере, не получал никакой информации о том, что на территории Чеченской Республики таджики, которые там работают, каким-то образом ущемляются или чувствуют себя людьми второго сорта. Они, естественно, иностранцы, естественно, приехавшие из чужой какой-то этнической страны. Они не чеченцы, но они такие же мусульмане и обладают полностью защитой гражданских прав. Поэтому та попытка приплести Чеченскую Республику к якобы кампании против таджиков, она является ложью или следствием просто некомпетентности журналистов, для которых что цыган-люли, что таджик, что, не знаю, негр из Бродвея, это примерно одно и то же, понимаете?